Особый случай повторного брака с той же женщиной разбирается в главе КТЦ, это Дворим 24, начиная с первой фразы, кийках, ищ, ища и так далее, не буду сейчас все читать, мужчина женился на женщине, она ему не понравилась, он ей дает разводное письмо, она уходит от него и выходит замуж за другого. Потом в третьей фразе мы читаем, что она с ним тоже развелась, и в четвертой фразе Не может теперь первый муж повторно на ней жениться. Почему? Ведь развод разрешен Торой, повторный брак, в общем случае, вот если нет второго мужчины по дороге, как мы здесь читаем, В общем случае, сейчас не вхожу в некоторые нюансы, детали, это разрешается. А в чем здесь тогда проблема? И мы дальше читаем, та же в четвертой фразе Ахарей Ашер Утама. После того, как она уже стала духовно грязной, она не может выйти замуж опять за первого. Почему она стала духовно грязной? Если все операции разрешены, в чем здесь тогда особая проблема? И даже если есть проблема, можно было бы просто сказать, что это не разрешается. Но здесь еще добавляется Утама, что она стала Тмиа, духовно нечистой. И над этим словом стоит значок Закевкатон, который, как правило, сигнализирует о том, что тут запрятан вопрос. Действительно вопрос, что здесь не в порядке? Давайте тогда посмотрим под другим ракурсом. Космическая такая модель брака – это Всевышний еврейский народ. На горе Синай была свадьба, и там как бы поженились, если бы мы нашим земным языком выражаясь, поженились Всевышний еврейский народ, и мы как жена для Всевышнего. Мужчина – это всегда влияющая сторона, а женщина, она принимает это влияние. И в духовном это так. Мы принимаем влияние Торы, влияние Всевышнего. Что мы здесь видим? Что если еврейский народ... То, что я сейчас скажу, даже нельзя произносить, но только в учебном плане мы должны, можем это сказать. Если бы разорвали связь со Всевышним, то есть аналог развода, и прилепился бы к чужой идеологии, к каким-то другим измам, к какой-то теории другой, идолам и так далее, все что угодно. То есть, как модель свадьбы, как модель бракосочетания. То потом уже нет дороги назад. То есть, как здесь Тора говорит, нельзя вернуться. И поэтому мы понимаем, почему здесь добавляется слово «утама», что она стала тмиа, стала духовно нечистой. Именно вот по этой причине, потому что происходит прилепление к чужим идеологиям, к чужим идеям, и нельзя вернуться. Тогда Всевышний устроил в мире так, что есть антисемитизм. И мы никуда не можем прилепиться. Никуда, нигде нас не принимают. И это предотвращает эту ситуацию, чтобы, не дай Бог, не получилось, что еврейский народ куда-то прилепился, и тогда уже не будет дороги назад. И действительно, мы видим тысячи лет, четыре тысячи лет, еврейский народ вместе со Всевышним. И никогда не было вот этого даже первого развода со Всевышним. Никогда... Субтитры сделал DimaTorzok